Добрый вечер, возлюбленные братья и сестры! И вот очередной раз мы выходим в прямой эфир, чтобы начать наши душеполезные разговоры о различных проповедях наших святых отцов. И в частности, мы уже сколько подряд раз читаем проповедь святого Григора Татаваци. Трижды Великий наш блаженный, непобедимый Григорий Татаваци, как принято его называть, написал, оставил после себя огромное духовное богатство, которое сейчас мы, в принципе, и изучаем. Дай Бог, чтобы это дело оказалось душеполезной, дай Бог, чтобы это дело оказалось благословенной страной Господа. И дай Бог, чтобы вы, возлюбленные братья и сестры, нашли много интересного и полезного для своей души, и у нас следовали вечное благо вместе с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Сейчас я напишу тему сегодняшней проповеди, о которой мы будем говорить. Сегодня мы будем говорить о мужестве. Очень интересная тема. Посмотрите, какое величайшее значение имеет для Христины мужество. Сейчас мы подождем, пока подключатся наши подписчики, и начнем уже читать и изучать данную тему. Ну, хорошо, давайте начнем, пока будут наши остальные подписчики подключаться. Думаю, вам будет интересно послушать, посмотреть, подумать. И в своих, так сказать, сегодня в ночном своем, так, в денье, в своем ночных, так сказать, задержаниях, подумать, что сегодня мне дало вот эта проповедь. Подумать, что новое я узнал или узнала. И попробовать что-либо такое изменить в своей жизни. Конечно же, изменить в сторону лучшую. Лучшую сторону, чтобы еще больше приблизиться к нашему Господу Богу Иисусу Христу. И, как в тот раз я и просил, так и сейчас прошу, чтобы вы перед собой имели Библию, чтобы легче было искать и находить те места, которые мы будем также исчитывать из Библии. Прежде чем начать говорить о мудрости, Святой Григорь Татеваций приводит фрагмент из послания святого апостола Павла к римлянам, 12 глава, 11 стих, где говорится «В усердии не ослабевайте, Духом пламеняйте, Господу служите». Здесь, как вы заметили, есть слова «в усердии не ослабевайте». И наш Святой Григорь Татеваций по этому поводу говорит «Мужество есть сила, при помощи которой с легкостью можно нести все». И его дело заключается в следующем «В лишениях не терпеть крушение, а в наслаждениях не смягчаться». Часто бывают возлюбленные братья и сестры, когда мы вступаем в христианский путь, вступая в христианскую жизнь, мы видим какие-то трудности в своей жизни. И многие наши окружающие тоже, когда смотрят на тех людей, которые вступают на этот путь, видят трудности и думают «Нет, это не мой путь. Путь христиан – это не мой путь. Я не буду идти по этому пути, потому что очень много трудностей, очень много лишений на этом пути. И не хочу. Мне моя жизнь устраивает». Но нужно понимать, что христианин все-таки, когда встречается с этими трудностями, для него это не такие уж трудности, которые были бы для обычного мирского человека. почему? Потому что христианин, получая эти трудности, как раз он эти трудности получает не просто из-за того, что вдруг случайно они попались ему, и он, проживая свою мирскую жизнь, увидел, встретился с этими трудностями. Нет. Он получает эти трудности из-за того, что он христианин. И когда мы терпим ради Господа, и когда мы получаем какие-либо, так сказать, сложности в своей жизни, благодаря терпению и благодаря тому, что Господь вместе с нами, благодаря тому, что Господь помогает постепенно, человек, уповая на Господа, преодолевая эти трудности. Люди, которые со стороны смотрят на все это, им, конечно же, трудно. Им трудно понять, почему человек выбирает этот путь. Ведь столько трудностей в его жизни. Вот приведу пример из армии. Те люди, которые пытались там жить христианской жизнью, несмотря на то, что там очень трудно это делать. Ему было трудно. Трудно не ругаться матом. Потому что, если ты не ругаешься матом, тебе трудно там жить. Трудно там находиться. Трудно там общаться. Трудно там, например, различные вещи антихристианские, так сказать, не делать. Но постепенно смотрят, думают, почему это делают? Почему не ругаются матом? Почему он офицеров, например, не обманывает? Такие-то вещи, да? И то же самое в современной жизни. Почему? Почему человек сознательно вступает в трудности? Мирского значения трудности. Почему не дает взятки? Ведь от этого огромное количество трудностей возникает в его жизни. Почему он, будучи, например, милиционером, не берет взятки? И речь идет о милиционерах, ну, полицейских христианах, да? Почему христиан не грешит? Ведь если он будет грешить, он очень много получит телесных или земных сокровищ, земных богатств. И со стороны, когда люди на это смотрят, они не понимают, для чего это все. Почему нельзя нарушить что-либо такое, чтобы добиться земных удовольствий или добиться земных наслаждений, земных богатств? Почему? Потому что из-за всего этого мы отталяемся от Господа. Потому что из-за того, что мы, получая какие-то земные богатства, земные сокровища, при этом теряем духовное. Я не говорю полностью отстраниться от всего этого. Нет, но есть некоторые земные богатства, которые человек может получить нарушая божественные заповеди. И это, конечно же, отдаляет человека от Господа. И вообще скажу, если что-либо Господу не приближает, то это отдаляет от Бога. И наши грехи являются той преградой по отношению к Господу, которые разделяют нас к Господу. И если есть люди, которые еще это не осознали, то они находятся в большом заблуждении. Приведу небольшой пример. Те люди, которые считают, что у них нет грехов, или что их грехи намного слабее, или намного ниже, или меньше, чем у других, посмотрите, в каком большом заблуждении они находятся. Я приведу пример. Мы все знаем, что Господь есть свет, Господь есть любовь, Господь есть добро. И когда человек считает, что он безгрешен, или что человек, или что он, что у него грехи намного меньше, чем грехи других людей, на самом деле человек находится в большом заблуждении. Потому что если человек не видит свои грехи, и при этом считает, что его грехи намного меньше, чем у других людей, то это означает, что он очень далек от Бога. Почему? Потому что Господь, повторяю, есть свет. Господь есть добро, Господь есть любовь, Господь есть благо. И чем дальше мы находимся от Бога, тем горделивее мы находимся, тем больше мы понимаем, что мы не нуждаемся в Боге. И наоборот, как только мы понимаем, что мы нуждаемся в Боге, тем больше мы приближаемся к Нему. Свет Господа освящает нас, и мы начинаем видеть свои грехи. Мы начинаем видеть, что действительно, брать взятки грех. И только тогда мы можем это понять, как только Господь освящает нас своим светом. Вообще, если быть честным, Господь всегда освящает нас своим светом. Господь всегда пытается какие-то семена любви бросить в наши сердца. Но каждый раз это мы отвергаем. Это мы не принимаем советы различных людей, которые пытаются внедрить нас в христианские заповеди или посеять семена Божьи. Это мы отвергаем Господа. Не Господь не приближается к нам, а мы не даем, чтобы Господь приблизился к нам. Причиной могут служить различные вещи. Любовь, привязанность к земным вещам, привязанность к различным наслаждениям, привязанность к той грешной жизни, которой мы сейчас живем. Любовь к греху может стать препятствием для того, чтобы мы стали ближе к Богу. И, конечно же, если человек всегда стремится соблюдать благоповеди Господа, если человек стремится всегда быть с Господом, если человек стремится и не просто говорит, я люблю Бога, но при этом ничего не делает. Нет. Именно любовь, дела любви, если человек совершает, то обязательно рано или поздно эти преграды устранятся. И когда устранятся эти преграды, он увидит эти преграды, которые были. Он увидит все трудности, которые в жизни встречают, все трудности, с которыми он встречается, и при этом эти трудности для него не трудности, потому что Господь с ним, и Господь помогает ему. «Мужественный человек никогда не будет бояться угроз и остается храбрым в духовных и плоских испытаниях», говорит святой Григорь Татеваций. «В духовных подвигах он пребывает добровольно и живо, несет все с терпением и любит труд». Мужественный человек никогда не будет роптать. Мужественный человек, который имеет вот это начатки любви Господа в себе, никогда не будет роптать и говорить, «За что мне все это?» Потому что он понимает, что все-таки он грешный человек и есть за что. И потому что каждый из нас, он имеет кое-какие грехи в себе. И, соответственно, есть за что то, что с нами происходит. С другой стороны, мужественный человек будет всегда благодарить Господа за трудности и за те испытания, которые происходят в его жизни. Вы сможете спросить, почему? Потому что благодаря этим испытаниям человек становится намного ближе к Господу. Как золото испытывается огнем, так и человек искушениями и испытаниями становится еще сильнее, укрепляется в вере, надежде, любви и в исполнении заповеди нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Надо отметить, что без труда и подвигов человек не может приобрести мужество. И поэтому святой датой в вас и большое место уделяют труду. Заметьте, что чем чаще человек сталкивается с трудностями в своей жизни, с искушениями, с испытаниями, и чем чаще человек побеждает эти трудности, обращается к Господу, пытается уповать на Господа и побеждать благодаря Господу эти все трудности и сложности в своей жизни, тем сильнее укрепляется в нем мужество. И надо заметить, что святой Григород Атаватси огромное и большое место отдает именно труду. Он большое место дает труду. То есть телесному труду и духовному труду. Сейчас мы попробуем снова подключиться. Посмотрим. И подождем, пока наши подписчики снова подключатся к нам. Кням. Извините, возлюбленные братья и сестры, у нас произошли небольшие неполадки со связью. Сейчас снова наши подписчики подключатся. И мы попробуем продолжить наш прямой эфир. Поэтому прошу ваших молитв, чтобы на этот раз никаких неполадков не было. Ничего. Все-таки это тоже трудности. Заметьте, мы говорим о трудностях, которые бывают с человеком, с христианом. Заметьте, опять трудности возникли. Значит, мы на правильном пути. Если вы что-либо делаете христианское, да, и при этом не ведет трудности. Даже если вы пытаетесь создать христианскую семью, и при этом не ведет трудностей, знайте, что что-то не так. Наоборот, когда будем видеть трудности, кстати, хорошо, что эта трудность возникла. Есть о чем поговорить. Если вы видите, что на своем пути мало трудностей, мало испытаний, мало искушений, знайте, что что-то не так там у вас. Потому что значит, вы на правильном пути все-таки. Вы на правильном пути. И преодолевая эти трудности, человек становится сильнее. Укрепляется в вере. Укрепляется в надежде. И в следующий раз, когда возникают эти трудности, он уже с легкостью и без робота эти трудности проводит. И поэтому в человеке постепенно, постепенно возникает и уже зиждется в нем именно вот этот добродетель христианский под названием Мужество. Давайте почитаем дальше. И сильное такое большое место и значительное место отдает святой Григорь Татеватси именно труду для того, чтобы человек и возникло и пребывал это христианское добродетель, которое называется Мужество. Ибо плод человека, находящегося постоянно в трудах и подвигах, слаба для грехов, а мысли святы. И наоборот, у праздного человека плод тяжелеет от ленности, а здоровье слабое. Поэтому он и не может мужественно противостоять греху. Праздность, это когда человек ленится, праздность, когда человек ничем не занят. Оттуда возникает пустословие от праздности, от праздности могут какие-то различные шутки такие, прибаутки непонятные, а в праздности возникает так же и любой грех. Почему? Даже в Альмии говорили, что незанятой солдат это потенциальный преступник. Человек не занят, начинает думать, что бы сделать, что бы сделать такого необычного. И в основном это не придумывает какие-то хорошие вещи, а в основном что-то плохое. Пойти погрешить, пойти что-то новое придумать. Вся Европа, которая вот так живет, посмотрите, живет в праздности. И вот из-за этой праздности возникают различные скверны. Узаконивание инцеста, придумывание всяких ненормальных законов. Откуда-то все это? Это праздности. И то же самое в жизни отдельного беззятого человека, из-за праздности, из-за того, что человек ничего не делает, из-за лености, из-за всего этого возникают и различные грехи. А если бы человек все время занимал бы себя, он бы никогда не стал употреблять спиртное, наркотики и различные другие вещи. Если бы человек был всегда занятой, он бы никогда не стал изменять своей жене и различные, различные другие вещи. Тоже. Ибо праздность И здесь Матерь всех грехов, считает святой Григорий Татыватси. Уже сама природа нас учит пребывать в трудах и подвигах, ибо в этот мир мы пришли ни с чем. То есть для души не имеем ни святости, ни мудрости и других добродетелей, а для плоти не имеем ни одежды, ни питания. Поэтому для ночь в плоти надо трудиться, а для души пребывать в духовных подвигах. Посмотрите, даже монашествующий наши отцы, например, святой Антоний Великий, многие, наверное, думают, что люди идут в монастырь и там просто в весь день молятся. Да, а вот он и работал, и трудился. Трудился, молился, трудился и молился. То есть не нужно понимать, что они там ничего не делают. Нет, они, наверное, и больше делают. И трудился, и молился. То есть совмещают и труд, и молитву. Так же мы можем совмещать и труд, и молитву. Нужно только желание. Так же и Бог, когда создал человека, не оставил его праздным, а посадил его в раю, чтобы тот возделывал и хранил бы его. Даже если человек забудет заповеди Божьи или наставления святых отцов, то он может научиться и у трудолюбивых животных, которых всегда имеет перед своими глазами. На это святой Григород от Иваций приводит пример слова притчи Слова. Это притчи Соломона, 6 глава, 6 стих, где говорится. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». По сравнению с человеком, муравей – слабое и неразумное создание. У него нет помощников в труде, как у человека, который имеет волов и орудия труда. Муравей не имеет наставников и начальников, а у человека их очень много. Но все это не мешает муравью прилагать усилия и быть постоянным в трудах. Таким и должны пребывать ежедневно в трудах, ежедневно молитва, в молитве и всегда в учении. Например, меч, который находится в ножнах и в бездействии, быстро ржавеет. Так и душа человека ржавеет грехами, поскольку остается без труда. Часто бывает, когда возлюбленные братья и сестры, мы мало молимся. Или когда много молимся, потом перестаем молиться. Пусть тогда чаще молиться, но по чуть-чуть, чем много молиться и редко. Необходима постоянность в молитве. И чем меньше мы молимся, тем больше ржавеет наша душа. Тем больше оседает пыль на наше сердце. И тем меньше мы можем в дальнейшем молиться. Необходимо постоянное общение с Господом. Я не говорю все время, не выходя из церкви. Но разве нельзя просто сказать, Господи, помилуй меня. Хотя бы и сейчас. Прямо сейчас можете сказать, Господи, помилуй меня грешного. Поэтому есть короткие молитвы такие. Например, Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешного. Или помилуй меня грешную. Или помилуй меня многогрешную. Много молитв есть. Или, Господи, помилуй меня по великой милости Твоей. Очень много молитв Таких маленьких, коротких Которые можно от искреннего сердца сказать И пребывать постоянно в молитвах Не прерывать свое общение с Господом Я знаю очень много людей Которые влюбляются Влюбляются И постоянно хотят быть своими возлюбленными Постоянно Они как больные Да, вот если так, в кавычках, конечно В хорошем смысле этого слова Хотя постоянно общаться Общаться, общаться В интернете Наяву, в реальности Пообщались, сказали пока И тут же по телефону, ну что как ты Нормально сейчас, где все хорошо Как хорошо было начинать говорить День хорошо прошел Общаются все время, и желания в общении Почему? Потому что они любят друг друга Ну как они говорят А мы А мы общаемся с Господом Почему? Потому что любим Его Хотя можно больше общаться Да? Не потому что Мы боимся, да Мы молимся, чтобы Господь нас сильно наказал Нет Мы молимся потому что Не можем без Бога Не можем без нашего любимого Не можем без возлюбленного Так должно быть наше общение Такова должна быть молитва Многие молятся только тогда, когда что-то нужно Многие молятся только тогда, когда Что-то плохое случается И при этом продолжают утверждать Что самое главное, что Бог в душе Но, возлюбленные братья и сестры Если Бог у вас в душе Тогда почему? Когда вам плохо, вы этого не говорите Почему? Когда вам плохо, вы не говорите Я не буду ходить в церковь Я не буду молиться, потому что Бог в душе Самое главное, в душе верить Ну хорошо, если вы в душе верите Почему, когда вам плохо, вдруг Необходимо идти в церковь? Почему, когда вам плохо, вдруг Необходимо пойти и молиться? Почему это бы нельзя делать до того Когда вам плохо было? Почему? Неужели необходимо, чтобы вы получили что-то плохое? Чтобы вы начали Чтобы вы начали уже Молиться Чтобы вы начали пребывать в постоянстве молитвы И мы тоже можем пребывать в постоянстве молитвы не только монахи. Короткими молитвами мы можем сохранять это постоянство. Иначе есть большая опасность, что пыль сядет на наше сердце, и этот молитвенный орган, который все время молится у нас, точнее все время должен молиться, душа постепенно заржавеет. И трудно будет дальше молиться. Трудно будет потом его проснуть, так сказать, чтобы он проснулся, сделать так. И так сначала труд, а потом все время. А потом только покой и слава. А кто исказил этот порядок, попали в ад, как и сам сатана, который захотел сначала унаследовать покой и прославиться. Эта жизнь это время трудов, время подвигов духовных. Отдохнуть мы всегда успеем. Посмотрите, святой Антоний Великий очень интересные слова говорит. Говорит, мы живем максимум 90 или 100 лет максимум. И взамен, если мы в эти годы будем пребывать в молитве, в духовных подвигах, мы унаследуем не просто столько же лет радости, столько лет покоя, а унаследуем вечность. Если сравнить 90 лет и вечность, вопрос, несоразмеримо. Несоразмеримо. Если даже 90 лет будем в покаянии пребывать, то все равно мы в выигрыше. Мы в выигрыше, говорит. Если чисто так экономически посмотри, да. Что нам мешает? Неужели есть какие-то преграды для нас? Да, есть наша леность. Есть преграды, которые называются нашей собственной страстью. Поэтому, прежде чем обращаться к Господу, необходимо исповедоваться в своих грехах, покаяться, измениться. Это не трудно. С Богом ничего трудного нет, возлюбленные братья и сестры. Начнем с сегодняшнего дня уже. Почему? Когда еще можем начать? С сегодняшнего дня уже можно начать. Может быть, слышали? Такая притча есть, современная. Дьявол собирает всех своих слуг, демонов и начинает отчитывать каждого. Один говорит, я вон там взял, уничтожил семью, которая там все вместе, они в грех впали и стали идолопоконниками. Другой говорит, я вообще там такого-такого там уничтожил так, что он сейчас полностью вообще в грехах, блуда. И третий подход говорит, я пошел и людям говорил, читайте Библию. Все говорят, ты что, с ума сошел, как ты мог такое сказать? Они же начнут читать Библию, найдут путь к спасению. Он говорит, я добавил в конце, что завтра. И каждый день он приходил и говорил, завтра. Завтра почитаешь Библию. Завтра покаешься. Завтра будешь вспоминать о своих грехах. Завтра, все завтра сделаешь. И так и мои братья и сестры. Каждый раз откладываем дело нашего спасения. То, что касается наших наслаждений телесных, то, что касается нашей земной радости, мы никогда не откладываем. Почему? Потому что, наверное, мы больше об этом думаем, чем о духовном. Но то, что касается дела нашего спасения души, мы всегда откладываем. Почему? Непонятно. Наверное, это просто чепчет на ухо нам. И мы внимательно слушаем и исполняем то, что он говорит. А то, что Господь говорит, на это не обращаем внимания. То, что Господь говорит, сегодня день спасения. Сегодня, потому что не знаем, что завтра будет. Мы не знаем, что будет завтра. Тогда давайте сегодня заботиться о деле нашего спасения. С сегодняшнего дня начнем уже бороться против тех трудностей, которые есть в нашей жизни духовное понимание этого слова. Поэтому, говорит Святой Григорь Татыватси, умоляю вас, не проводите в ленности приходящее время, обращается к верующему Святой Татыватси. То, что возможно в этой жизни, в другой закрыто. Здесь можно или приобрести, или продать, или украсть, или взять займы, или же попросить. А там не приобрести, ибо уже не телесная жизнь, ибо ничего не имеет, не может украсть, ибо сокровища праведников на небесах. Не может просить, ибо закрыты двери милосердия. И это видно на примере глупых дев, которые остались вне брачного чертога, и на примере богача, который не удостовелся и капли воды. Значит, возлюбленные братья и сестры, здесь мы должны творить добро, чтобы там получить награду. Здесь сеять, а там пожинать. Здесь приготовить масло милосердия, а там вместе с мудрыми девами войти в чертог света. К Иисусу Христу, Господу нашему, который вечно благословен. Аминь. Аминь, возлюбленные братья и сестры. Аминь. Расскажу вам эту притчу, которую привел святой Григород от его отцы. Значит, было десять дев. Ну, дев это девственницы, целомудренные. Было десять дев, которые... Пять из них имели масло до святильников, которые... Ну, они собирались пойти на свадьбу, так сказать, да, в чертог своему жениху, да. Пять из них имели масло. Они были мудрые девы, имели с собой масло для своих святильников. А остальные пять были глупые. Они сказали, ну, потом мы отдохнем и поспим. Потом пойдем и возьмем это масло. Когда уже будет. И тут жених приходит, когда они совсем не ожидали. Те, у которых были светильники и масло для святильников, они смогли войти к нему. А те, у которых не было, не успели войти купить. И остались. Начали стучать в дверь и говорить, открытьте, откройте. И жених сказал, уйдите, я не знаю вас. Так будет и с нами, возлюбленные братья и сестры, если будем откладывать дело нашего спасения. Если будем, гладя не готов, еще рано, еще хочу чуть-чуть поразвлекаться, еще хочу чуть-чуть посмотреть, как все хорошо. Потом, потом в старости покаюсь. Когда уже буду бабушкой, когда уже нечего будет здесь делать, потом покаюсь. Но знаете, что чем больше мы углубляемся в грехе, чем больше мы пребываем в этом грехе, тем меньше нам хочется вернуться оттуда. Если мы не будем каяться за свои грехи, если мы не будем исправляться, возлюбленные братья и сестры, грех нам понравится. И мы уже не сможем представить себя без этого греха, без этих страстей. Тогда будет очень сложно покаяться, пока еще грех не так сильно овладел нами, пока еще грех не держит нас, как рабов. Давайте сейчас уже и покаемся. Давайте сейчас изменимся. Не тогда, когда уже будет поздно. Может быть, через пять минут я получу инфаркт и не знаю, смогу ли я дальше, успею ли я покаяться или нет. Нет. Сейчас. Прямо сейчас надо уже начать. Не завтра, не постзавтра, не через час, а сейчас. Сейчас же начать изменяться. Посмотреть на свою жизнь. Где наши ошибки? Где мы идем против Господа? В каких делах своих мы согрешаем против Господа? Попросить Господа прощения. Подойти в церковь, к любому священнику. Подойти поговорить с ним. Познакомиться с ним. И решить, исповедоваться у него или у другого. Измениться полностью. Вы не представляете, как будет ваша жизнь изменена к лучшему. Всего лишь надо проявить заботу о деле спасения своего. Знаете, да? Одна заповедь есть, которую Господь дал нам. Любите Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью твоею и всей душою твоею. И вторая заповедь – возлюби ближнего своего, как самого себя. Заметили? Возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть, самого себя тоже надо любить. И вот здесь, наверное, это самая гуманистическая религия христианства. Потому что человек говорит, надо любить человека. И себя в том числе. Можно подумать, что это какая-то себелюбие, привязанность к себе. Нет. Любовь к себе означает любить себя. То есть, научиться каяться в своих грехах. Любящий себя должен научиться отделить себя от грязи. Отделить себя от грехов. То есть, исповедоваться в своих грехах. Полюбить свою душу означает отречься от всех тех грехов, которые разделяют твою душу с Богом. Это означает любить себя. А любить ближнего означает помолиться или помочь ближнему оторваться от всех этих грехов. Отречься от них и исповедоваться. Поэтому в молитвах часто мы говорим. Господи, помилуй моего брата. Или Господи, помилуй мою сестру. Или вот этого человека. Почему мы именно это говорим? Почему? Потому что именно первое, о чем нужно просить Господа, это о том, чтобы спаслись души этих людей. И потом, конечно же, и о здоровье, и о телесных нуждах думаем. Но первое и самое главное, это, конечно же, душа. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, говоря о мужестве, что нужно иметь мужество, чтобы приобретать духовные подвиги. Нужно иметь мужество, чтобы обогащать себя духовными благами. Чтобы противостоять греху. Мужество, чтобы суметь бороться против тех трудностей, которые возникают в жизни Христиан на пути к Богу. Вот это мужество сегодня нам нужно всем. Дай Бог, чтобы мы сумели исполнить этого мужества. Чтобы мы смогли, имея это мужество, убедить при помощи Господа, дьявола нашего противника. Знаете, что путь Христиан, да, он не труден. Но с Господом все легко. Все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. О сглюбленные братья и сестры, говорит святой апостол Паев. Поэтому я желаю вам, чтобы вас, если бывают трудности в своей жизни, чтобы вы, обращаясь к Господу, читая псалмы, молясь, смогли победить эти грехи, смогли победить трудности и укрепиться верой, благодаря этим трудностям, укрепиться в вере, надежде и любви. Продолжение следует...